Довольно неприятная проблема, с которой сталкиваются абсолютно все автолюбители, это запах сырости кондиционера. Сейчас попробуем с вами избавиться от этого запаха с минимальными затратами. Хлоргексидин, муравьиный спирт, любое эфирное масло, только для того, чтобы перебить запах спирта. И вот такая пшикалка. Рекомендую не приступать к чистке без покупки нового салонного фильтра. Нам нужно получить доступ к салонному фильтру. В Skoda Fabia он находится в ногах у пассажира. Снимаем защитную накладку, сдвигаем вот эти застежки от краев фильтра к центру. Мы видим наш фильтр. Достаем его, выбрасываем. Смешиваем все необходимые ингредиенты в бутылочке. Мне пришлось это делать несколько раз из-за того, что она слишком маленькая. Пропорции всех ингредиентов указаны по ссылке в описании к видео. Первая проблема, с которой я столкнулся, пульверизатор пшикалки не доставал своей струей туда, куда мне нужно. Поэтому мне пришлось купить в аптеке обычную капельницу и соорудить вот такую конструкцию. В первую очередь я засунул поглубже в воздуховоды трубку и пролил снаружи с выключенным обдувом. Следующим этапом я забрался под капот, приоткрыл жабо и со включенным кондиционером и забором воздуха с улицы я пропшикал снаружи. Теперь выключаем кондиционер, глушим машину и даем постоять минут 15. После перерыва включаем кондиционер на полную мощность. Для того, чтобы подсушить всю эту смесь, включают максимальный обогрев. А теперь самое интересное. Нужно как-то пробрызгать отверстие для установки салонного фильтра. Руку туда просунуть можно, а вот с трубкой уже не очень удобно. Поэтому я сделал вот такое приспособление из проволочки. Пальцем, кстати, можно нащупать испаритель. Туда трубку мы и направляем. Включаем кондиционер, переключаем на рециркуляцию и продолжаем качать. Снова тушим и делаем перерыв 15 минут. Ставим новый фильтр, закрываем крышку, раздвигаем защелки, возвращаем на место накладку. Повторяем процедуру с продувкой кондиционера. Сначала холодным воздухом, через некоторое время горячим. О том, что наше дезинфицирующее средство попало на испаритель, можно судить по лужице, которая вышла вместе с конденсатом. Такой простой, трудоемкий, но зато дешевый способ не чистки, а дезинфекции кондиционера. Если видео оказалось для вас полезным, подпишитесь на мой канал.